Дорогие, давайте еще больше прославим нашего Бога за прекрасное служение, за прекрасное прославление, поклонение, свидетельство, посвящение деток. Перед нами короткая буквально молитва за Слово Божье. Господи, мы просим о том, чтобы Ты благословил это Слово, чтобы оно, Господь, упало в наше сердце, оно обновило наше сердце, оно изменило, Господь. И пускай мир Твой и благодать будет с нами сегодня во имя Иисуса Христа. Аминь. И можете присаживаться. Для меня сегодня честь проповедовать на втором потоке. И пробовать, которая будет перед нами, я назвал «Вот это поворот или дорога неожиданностей». Всякий раз, когда мы отправляемся в путь, нас может ожидать какие-либо неожиданности, правда, или какие-нибудь приключения. И неважно, это дорога просто до магазина какого-то или это дорога, может быть, всей нашей жизни. Примерно семь лет назад случилась с нашей семьей такая вот ситуация, неожиданная история. Это было лето, мы запланировали субботу, мы запланировали поездку со своей семьей в парк. Мы хотели провести весь день в парке, уже предвкушали, сели в автомобиль, проехали буквально метров 30 и попали в ДТП. Это было легкое ДТП, виновником был я. Впереди машина просто сильно оттормозилась и буквально я просто не успел, не выдержал дистанцию, буквально по касательной просто коснулся человека. Это были царапины, никто не пострадал. Но знаете, уже настроение не то, уже испорченный день, понятно, что никто никуда не поехал. И знаете, в этот момент самое интересное, что было, это позвонил мой друг, который тоже в этот же день планировал провести время со своей семьей, целый день провести с семьей. Он когда узнал, что произошло с нами, он все бросил, он посадил свою семью в автомобиль, приехал к нам и от начала до конца, пока не приехала полиция, вместе с полицией, вот все это оформление. А потом он забрал нас к себе домой и мы весь день провели у него дома. Он нас там отпаивал чаями, знаете, там кормил, утешал, шутил. Делал все это для того, чтобы быть просто рядом, для того, чтобы показать, что очень важно в этот момент просто не переживать. Всякое будет, этот день пройдет, будет следующий, все будет хорошо. Всякие люди могут встречаться у нас на пути. Бывают разные ситуации могут встречаться у нас на пути. Бывает мы можем кому-то повстречаться на пути. И сегодня мы опробуем об одной интересной истории, которая произошла с Иисусом, о которой Он рассказал в Евангелии от Луки, 10 глава, 25-37 стих. Давайте мы откроем Слово Божие и прочтем. Это Евангелие от Луки, 10 глава, 25 стиха. И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, и всей крепости твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Юрисалима в Юрихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, если издержит что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих думаешь, ты был ближний попавшимся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, «Иди и ты, поступай так же». Сегодня поговорим о дороге, на которой встречаются разные люди. И порой адекватно или неадекватно, ожидаемо или неожидаемо как-то себя ведут. Кстати, в этой притче, о которой сказал Иисус, в истории, о которой сказал Иисус, только разбойники повели себя адекватно разбойникам. Заметили? Все остальные вели себя неадекватно. То есть никто не ожидал, что священник пройдет мимо. Ожидали, что он поможет. Никто не ожидал, что левит пройдет мимо. Никто не ожидал, что самарянин поступит таким вот образом. Есть три категории людей, о которых мы сегодня поговорим. Разбойники или люди с принципом «все, что твое, это мое». Святоши, назовем их так, или люди с принципом «у меня мое, у тебя твое». И святые, или люди с принципом «мое служит твоему». Знаете, перейдя в церковь, спасение, я уже был на тот момент 12 лет верующий примерно. И я помню мою первую домашку. Я пришел в домашку, сел, посмотрел. И когда закончилась домашка, у меня был огромный вопрос к Богу. Я спросил, ну это, знаете, может быть, в сердце, к себе, к Богу. Я подумал, Боже, ну куда я вообще попал? Сижу, вот думаю, чему я здесь научусь? Как я здесь вырасту? Что я здесь возьму? И я четко помню, как, знаете, голос Божий, который проговорил в моем сердце следующие слова. Что ты пришел к моим овцам, как разбойник? Ты ничего не получишь, пока не начнешь отдавать. Ничего не получишь, пока не начнешь отдавать. Это меня очень сильно обличило. И первый был в моей проповеди, это разбойник, разбойники, или все, что твое, это мое. Знаете, я помню тогда, очень сильно обиделся на Бога. Ну как? Как я могу быть разбойником, ведь я же верующий, правда? Но почему-то вспомнилась пример Давида Вирсави и Нафана. Помните? Ситуация, когда Нафан пришел и говорит Давиду, ты поступил как разбойник. Ты взял то, что тебе не принадлежало. Взял Вирсавию у ее мужа, отобрал, его погубил. Насильственным путем взял то, что тебе не принадлежит. Это не твое. Давайте дадим определение разбойникам. Это те, кто думает, что им все должны. Которые считают, что у меня есть что-то, что ему принадлежит. И сюда попадают не только материальные вещи. Не только. Сюда могут попадать время, эмоции, отношения. Далеко за примерами ходить не нужно. Даже в наших семьях мы иногда поступаем подобным образом. Спросите, допустим, когда? Ну тогда, когда, допустим, мы начинаем, стараемся насильственным путем требовать чего-то от кого-то. Там времени, уважения, послушания, любви и так далее. Когда пытаемся взять насильственно. Заметьте, чаще всего разбойник не живет за свой счет. И даже добрые дела он делает не за свой счет. Тот же Робин Гуд, который мы все знаем, я вырос на этом персонаже, смотрел эти фильмы, сказки читал. Он же был, по сути, разбойником. Это был разбойник, который нападал на людей, отбирал у них имущество. И что потом делал? Он не нес нищим. Это нам так. Он сначала жил на эти деньги. Он сначала закрывал все нужды свои, своих товарищей. Их примерно 100 человек было в Шердовском лесу. А потом уже все, что осталось. Ну надо же как-то совесть заглушить. Отдавал это нищим. Отдавал это каким-то бедным. Это люди, которые склонны рассказывать, как кому нужно помочь и кто это должен сделать. Это люди, которые правильно знают, как тратить чужие деньги, куда нужно вложить их, как надо строить, куда надо строить, когда надо строить, что нужно. Это люди, которые все знают. Послушайте, если Бог открыл мне, что нужно помочь какой-то там многодетной семье, или брату, или сестре, или бабушке, это значит, что именно я Богом поставлю на то, чтобы этому человеку помочь. Именно Бог мне открыл. Ну почему же Он мне это открыл? Чтобы я кого-то научил? Нет. Чтобы мое сердце откликнулось. Примерно лет 10 назад я вот в этой церкви, когда пришел, я возмутился некоторыми действиями группы порядка в нашей церкви. Хотя группы порядка, братья, дорогие, вы очень благословенные, молодцы. Знаете, и во мне как-то вот, я пришел, помню, к пастору Коле и говорю, ну и нажаловался, в общем, нажаловался ему, рассказал, как надо правильно служить, что нужно правильно делать. И знаете, что сделал мудрый пастор Коля? Он благословил меня, так сказать, тач, блэс, Сергей Валерьевич, покажите, как надо. Вот, вот Бог вам открыл? Вперед! Я примерно два года пошел служить в группу порядка. Служил, так сказать, в порядочных войсках нашей церкви, дембельнулся и понял одну вещь. Если Бог мне что-то открывает, если Бог мне что-то открыл, это значит, что Бог доверил мне послушать здесь и сейчас. Это значит, что Бог меня коснулся и дал мне возможность что-то увидеть, где я могу послужить в Божьем Царстве. Послушайте, Бог не создавал людей разбойниками, не создавал, не вкладывал в наши сердца желание что-то отобрать, украсть, сделать кому-то больно. Это дьявол-разбойник. Это он пришел украсть, убить и погубить. Это он отравил сердца многих людей. И единственное лекарство от этой болезни — Иисус Христос. Слышите, единственное лекарство от этой болезни — Иисус Христос. Его поведение, его пример, его милосердие, его милость, его прощение. Хотел бы вам показать фото одного человека. Вы, наверное, его знаете, может быть, узнаете, или когда услышите, будете знать его, можно вывести фото. Это, как вы думаете, кто? Кто знает? Оскар Шиндлер, слышали? Вот так понятнее, да? Этот человек-бизнесмен, который во время Второй мировой войны за счет здоровья и жизни евреев хотел разбогатеть. Ну, хотел заработать себе денег. Он построил бизнес на чужом горе, на чужих страданиях. Он купил себе фабрику из-за бесценок, покупал евреев, как раб-стилу, которые работали на его фабрике. Но он очень сильно изменился. И история, на самом деле, не о нем. Можно следующее фото? История об этом человеке. Это польский еврей. Зовут его Ицхак Штерн. Он покорил Оскара, именно этот человек, его действия, его дела. Покорили Оскара Шиндлера. Невероятная скромность в этом человеке. Невероятная жертвенность. Это человек, который проявил огромное милосердие и сострадание к своим братьям-евреям. Штерн взял на себя ответственность за каждого еврея. Он готов был умереть за них. Он готов был получить палкой по спине за каждый косяк, за каждую ошибку, которую сделал еврей на его фабрике. И Оскар, который был разбодником, превращается в спасителя. Он, увидев это, увидел эту Божью любовь. Увидел это милосердие и сострадание. Его сердце что-то меняется. Его сердце становится другим. И уже Оскар Шиндлер тратит огромное состояние, все до копейки, что у него было, для того, чтобы выкупать этих евреев с разных мест и из концлагерей. Тратит на это все, что есть, до копейки. Примерно 1200 евреев он купил таким способом. 800 мужчин, 300 женщин и сотню детей. Он выкупил этим самым, спас черезскую жизнь. Разбойник — это дьявол, который хочет украсть, убить и погубить человека. И только Божья любовь, его милосердие в моем и в твоем сердце может помешать ему это сделать. Я хотел бы дать коротенькое откровение, то, что я увидел здесь из этой истории, из этого первого пункта. Посмотрите, разбойники напали на этого человека. Они его изранили, они его бросили. Они забрали все, что у него было. Он еле живой, израненный лежит у дороги. Но Бог послал трех людей, чтобы ему помочь. Бог не оставил его. Бог послал трех людей, чтобы помочь данному человеку. Кто бы тебя не ранил, что бы у тебя не отобрали, есть Бог, который не даст тебе умереть. Есть Бог, который благословит и послет людей, которые тебе помогут. Следующая категория людей, которая встречается на этой дороге, — это святоши. У меня мое, у тебя твое. Есть одна интересная ловушка, в которую попадаются многие крестьяне, и в которую, кстати, попался я. Я не исключение. Суть ловушки заключается в том, чтобы не делать зла, но при этом и не делать добра. Не делать зла, но при этом и не делать добра. Бывает так, что крестьяне сосредотачиваются на том, чтобы не грешить, но не делать зла. Знаете, сконцентрировался на том, что на своих поступках, на своей речи думаем, как бы не согрешить, как бы сказать чего-то не то, как бы сделать чего-то не то, как бы не отступиться. И все, времени на добрые дела у нас не хватает. А когда их делать? Столько времени уходит на молитвы, столько времени уходит на чтение Библии. В церковь ходить надо, на домашку ходить надо, безгрешной жизни жить надо. «И все, ты святой! Радуйся земля, что я хожу по тебе!» Знаете, вот такое выражение? «Все! Великая сила Божия!» И я перестаю автоматически делать добрые дела, когда смотрю на себя. Я таким болел. Знаете, многие, когда люди, которые здесь стоят, свидетельствуют или рассказывают какие-то свидетельства, рассказывают, как их Бог освободил. Что он там был грешил как-то, может быть, был каким-то разбойником, Бог благословил, освободил его. Знаете, все эти истории освобождения и изменения человеческой жизни. И я все время, когда слышал это, очень сильно комплексовал. Знаете, почему? Буду каяться. Потому что я всегда был хорошим. Ну, так получилось в моей жизни. Я из тех категорий людей, которые, знаете, говорят, я никого не убил, я ничего плохого не сделал, никому больно не делал, жил нормальной, хорошей жизнью. Ну, просто Сережа молодец. Просто Сережа молодец. А когда пришел к Богу, умножил свою святость. Вообще стал умницей, понимаете? И когда я вот такой пришел к Богу, Бог сказал мне, Сережа, хорошо, ты молодец, молодец. А что хорошего ты сделал? Что хорошего ты сделал? И все, я рассыпался. Моя святость стояла на моей безгрежности, на том, что Сережа молодец. И все. И мне тоже нужен Бог. И Бог таких тоже любит. Бог тоже таких любит. Это то, что Иисус намекнул фарисею. То, что Иисус, вначале мы читали в этой притче. Если ты любишь Бога, если ты любишь ближнего, да, твоя любовь не бесчинствует, да, твоя любовь, она не мыслит зла, но она еще что делает? Она милосердствует. Она не ищет своего, она не гордится, она что-то делает, у нее есть плоды. Очень важно не путать религиозность и близкие отношения с Богом. Религиозный человек, да, может молиться, читать Библию, ходить в церковь, там, даже проповедовать, но добрых дел уже не будет. Это религиозный человек. В уме он верующий, а в сердце нет. Апостол Илаков говорит, что, про двух категорий людей. Те, которые верят, говорят, что не верят, но дел нету, да. И есть люди, которые верят, и у них есть дела. Он говорит, покажи мне веру в свой бездел, а я покажу тебе веру свою с делами. Иисус как-то рассказал, помните, про конец света, интересную историю. Он говорит, что по правую и по левую руку у него станут овцы, и кто? Козлы, козлы. И он говорит овцам, вот вводите в радость господина, вводите в небо, которое для вас приготовил. Почему? Потому что вы мне послужили. Они говорят, когда мы успели тебе послужить? А когда вы сделали что-то одному из малых сих? Накормили, когда он был голоден, напоили, одели, проведали в больнице, в тенице и так далее. Для меня вы это сделали, для меня. А праведники не помнят, и не помнят, когда он доброе дело кому сделал. А козлам что говорит? Идите в вечную муку. За что? За грехи? За воровство? За блуд, нечистоту? За то, что был хлеб, но не поделились, когда просили хлеба. За то, что была одежда, но не одели, когда кому-то было холодно. За то, что посили помощи, но не помог. Козел — это не ругательное слово. Это евангельский статус для тех, кто так и не понял, что святость заключается не в способности не грешить, а в способности быть добрым и милосердным. Добрым и милосердным. Делать добрые дела. Возвращаясь к нашей истории. Идет священник, возможно, спешит на сужение, возможно, занят какими-то мыслями о сужении, о проповеди и так далее, возможно, молится. И увидит, человек лежит у дороги. Самое ужасное в этом в том, что его сердце ничего не тронуло. Его сердце никак на это не отреагировало. Дальше написано самарянину, что его сердце сжалилось, а священник прошел просто мимо. Он так и не понял, что в этом несчастном лежал не просто несчастный, а сам Бог, который просил о помощи. То же самое произошло и с левитом. А потом идет самарянин, который не прошел мимо, который не был священником, который не был служителем, но которому было дано понять то, что не дано было понять ни священнику, ни левиту. Дорогие, я не знаю, как у вас, но я иногда, бывает, хочу соблюсти истину и правила, и я забываю о любви, забываю о милосердии. Так хочу это сделать, так хочу, чтобы было все правильно, что забываю о нормальных человеческих отношениях. Бывает так, что я занят Божьим делом, что людей не замечаю, их боль не замечаю, страдания не замечаю. Я не знаю, это у меня так, это в моем сердце так, и мне тяжело. Это то, за что я каюсь перед Богом. Мы иногда так концентрируем свое внимание на первой заповеди возлюбить Бога всем сердцем, всем разумением, крепостью, что ближние от этого страдают. Ближние от этого страдают. Иисус пытается в этой притче о добром саморяне показать законнику, что святость заключается не в способности быть безгрешным, а в способности быть милосердным, быть добрым, быть отзывчивым к чужой боли, к чужому горю. Знаете, когда я читал Библию, читал место, где написано, что вы свет человеков, пускай свет светит ваш. Я там дальше не дочитывал про добрые дела. Для меня почему-то всегда показалось, что я должен показать этому миру святость, показать этому миру, какой я хороший, что я не грешу, что я молюсь, что я хожу в церковь, читаю Библию, что я не делаю никакого зла. И теперь у меня будет законное право кому-то подсветить, знаете, кому-то показать путь праведный, показать, как надо делать. Ну я же так делаю, то есть у меня будет это право. Дорогие мои, вот хочу поделиться маленьким откровением. Этому миру моя и твоя святость не нужна. Этому миру нужна твоя и моя доброта. Твоя и моя доброта. Бог Моисею один раз показал святость, тот еле жив остался. И тысячу раз свою доброту. А давайте так, от Бога мы чего ожидаем? Мы святости ожидаем? Мы же доброты от него ожидаем? Мы милосердие от него ожидаем? Мы от него доброго отношения ожидаем? Мы хотим, чтобы Бог благословил его? Мы иногда приходим к молитве вот с такими, не с такими вот руками, а вот с такими руками. Боже, дай, благослови, будь ко мне добрым. Неужели мы думаем, что люди от нас ожидают святости? Люди также от нас ожидают доброго отношения? Посмотрите на апостола Павла. Прежде чем апостол Павел стал Павлом, он был Савлом. А знаете, что имя Савл переводится как «вымаленный»? «вымаленный», «промоленный». Такая себе сила, великая сила Божия. И Павел сам о себе говорит. Я когда-то фарисей из фарисеев, законник из законников, наученный при ногах Гамалиила. Я человек, который знает законы и исполняет его. Но я все это почитаю за что? За мусор, за ссор. В пользу познания Иисуса Христа, в пользу близких отношений с Иисусом Христом. И когда он повстречался с Иисусом, Иисус переименовывает Саула в Павла, а знаете, что Павел в переводе означает? Маленький, незаметный, ничтожный. Павел думал, что он великий, он думал, что он святой, безгрешный, что вырос в законе, что поступает правильно, что теперь знает, как других учить, что он свет для других людей. Но перед ним стоял Иисус, Сын Божий, который истинный, святой, истинный, великий. Но который отказался от всего этого, который отказался от неба, отказался от своего положения, чтобы спасти человека, чтобы научить человеку показать, что настоящая святость заключается в милосердии, заключается в доброте. Потому, Павел, ты был Саулом, а сейчас ты будешь Павлом. Маленьким, ничтожным, ничего не значащим, но с большим, добрым, милосердным сердцем, через которого увидят Христа, через которого увидят Бога. Однажды на одной уличной евангелизации я с одним братом подошел к одной компании, знаете, люди отдыхали с семьями, такой неправизированный стол, немножко выпивки, закуски, веселая компания, и тот был канун каких-то праздников, я уже не помню каких. Мы просто дарили людям немножко фруктов, чего-то такого, знаете, полезного, и небольшую открыточку, там где написано, что Бог вас любит. Мы делали это под эгидой для того, что наш город, наш город, это город духовности и добра, и хотелось бы, чтобы в нашем городе было чуть больше добра. Там не было пригласительных церковь, там не было контактов, там не было ничего, чтобы люди могли с нами связаться. И знаете что, меня тогда поразило две реплики в наш адрес. Произошло то, что я до сих пор помню. Одна из семей настороженно так поворачивается к нам и спрашивает, а кто вы такие? И вторая семья поворачивается к ним и отвечает, это, наверное, церковь спасения, они тут постоянно какие-то добрые дела людям делают. Мы стоим и просто со стороны наблюдаем. А та семья поворачивается к нам уже, первая, и говорит нам, верить надо правильно, и в церковь нужно правильно уходить, и Бог должен быть в сердце. Мы не спорили, мы ничего не сказали, мы пожелали приятного вечера людям и просто пошли. И знаете, я тогда так сильно порадовался за нашу церковь, которую в нашем городе знают как церковь добрых дел. Дорогие, давайте прославим Бога за нашу прекрасную церковь. Мне так хочется, чтобы о христианах говорили, что это не просто люди, которые безгрешны. Хочется, чтобы говорили, что это не люди, которые просто молятся. Кто такие христиане? Это люди, которые молятся, это люди, которые ходят в церковь. Это люди, которые верят в Бога, люди, которые читают Библию. Я хочу, чтобы о нас говорили, что это люди, которые делают добрые дела. Чтобы о нас говорили, что это люди, которые милосердные. Люди, которые чувствуют человеческую боль, которые могут помочь. Люди, которые знают, что есть такие друзья, которые со мной дружат, идут и делают что-то для меня, помогают как-то мне. Бог хочет, чтобы мы показывали эту миру не свою святость, Не свою безгрешность, а свою доброту и свою милосердие. Свою доброту и свою милосердие. Следующая категория людей — это святые. Моё служит твоему. Мы не можем поделиться тем, чего у нас нет, правда? Ну, для того, чтобы что-то дать, нужно сначала это что-то, чтобы оно было у тебя. Добрый саморианин мог проявить милосердие, доброту, я думаю, так, потому что у него это было. Потому что он знал, что такое доброта и что такое милосердие. И для того, чтобы её где-то взять, нам тоже надо у кого-то это взять. То есть мы же сами себе не производим эту доброту и милосердие. Мы не сможем полюбить своими силами человека, который рядом с нами, поверьте. У нас не хватит сил. Рано или поздно они закончатся. У меня прекрасная, замечательная жена. Она мне очень нравится, я её очень сильно люблю. Ну, на всякий случай. Я сам по себе, слава Богу, слава Богу, я сам по себе человек тоже не слабый. Но мне, моих человеческих сил, никогда не хватит для того, чтобы любить её всё время так, как она этого ожидает. Жертвенно, милосердно, безоговорочно, никогда не хватит. У меня замечательные дети. Благословенно замечательные, благословенно замечательные дети. Но сил и терпения иногда не хватает на них. Знаете, хочется им клюв подкручивать. Ну, бывает так. Это говорит о том, что мои силы, они когда-нибудь заканчиваются. Для того, чтобы это дать что-то им, милосердие, любовь, милость какую-то, нужно это иметь. А где же мне взять? Слава Богу за то, что есть Бог. И слава Богу, что мы можем прийти к Богу такие, какие есть. И сказать, Господь, прояви ко мне свою милость. Прояви ко мне свою милосердие. Наполни моё сердце любовью. Наполни моё сердце прощением. И когда Бог наполнит, то у тебя есть возможность давать, отдавать. Это то, что произошло, когда я пришёл на домашку, на мою первую домашку. Серёжа, ты настолько наполнен, настолько ты святой, что я не могу уже ничего влить в тебя, пока ты не начнёшь отдавать. Пока ты не начнёшь отдавать. Ничто в тебя уже не поместится. Есть одно интересное правило в самолётах, которое рассказывают при взлётах, всякий раз, когда самолёт взлетает. Если случается какая-то экстерная ситуация, то сверху должны выпасть кислородные маски. И правило номер один гласит, что ты эту кислородную маску должен надеть сначала на себя. На себя. А потом уже на ребёнка и на ближнего. Почему? Потому что у тебя у самого должен быть кислород. Тогда ты сможешь помочь другим. Ты сам должен научиться дышать. Ты сам должен быть способным дышать сейчас, когда кислорода вокруг нет. Для того, чтобы дать возможность дышать ближнему, у тебя это должно быть. Тогда ты сможешь этим поделиться. И добрые дела, о которых мы сегодня говорим, делать совершенно несложно. Нужно просто увидеть человека в нужде. Просто увидеть его. Увидеть эту нужду и не пройти мимо. Сделай просто первый шаг. Сделай первый шаг, и Бог обязательно тебя благословит. А доброта, она всегда жертвенная. Добрый самарянин отложил все свои дела. Все, что у него были какие-то планы, какие-то там, может быть, встречи, может быть, был по бизнесу шёл. Он всё отложил. Взял раненого, смазал, перевязал его раны и посадил на сла. И знаете, главная мысль этого эпизода в чём? Он сам пошёл пешком. Он сам пошёл пешком. Можно не попить один раз кофе и за эти деньги купить открыточку. Небольшую открыточку. Написать просто приятные слова. Но слова от души, от сердца. И подарить. Подарить ближнему. Вы же не знаете, как Бог может коснуться через эти слова этого человека. А может быть, он ни разу этих открыточек в жизни своей не получал. А может быть, он сейчас молился о том, чтобы, Боже, открой мне, Боже, помилуй меня, Боже, скажи что-нибудь мне. И, возможно, эта открыточка спасёт ему жизнь. Послушайте, несложно взять 50-100 гривен, сэкономить, отложить в месяц. 50-100 гривен в месяц. Это же несложно. И потом на эти деньги купить хлеба и молока. Просто хлеба и молока. Банально. И занести той бабушке, которая в твоём подъезде. Или, может быть, в соседском подъезде. И которая уже выйти не может для того, чтобы... Увидели таких людей, которые ели... Их задача хотя бы дойти до магазина, а не умереть. Купить себе что-нибудь поесть. А не есть всегда. Для этого нужно просто увидеть. Несложно отложить 200-300 гривен. Если Бог благословит тебя, и ты отложишь 200-300 гривен в месяц, ты можешь к этому купить ещё какие-то сардели, какого-то творожка. И увидишь, как Бог благословит тебя. Увидишь, как Бог благословит этого человека. Вы знаете, что в нашей церкви есть очень много лежачих людей. Можно сходить к ним. Хотя бы на полчасика. Спросите у своих пастырей, попросите списки этих людей. Эти люди есть. Люди, которых основная нужда даже может быть не в продуктах, а в том, чтобы просто с ними поговорили. Просто посидели рядом. Просто помолились за них. Просто были добрыми по отношению к ним. Добрые дела, они всегда запоминаются. Запоминаются. Они всегда будут идти след за нами. Когда я только покаялся, я учился в институте. Знаете, это был конец 90-х. Ну, смутные времена. Наступала зима, и у меня не было зимних ботинок, и не было зимней куртки. Я помню, был один брат в церкви, который, может, знаете, не умер за меня. Нет, не умер. Но он купил мне куртку и купил мне зимние ботинки. И я это помню. Может, он сделал какое-то небольшое дело, доброе дело, но я его буду помнить. Я не помню веры этого брата. Я не помню, как он боролся с грехами, как он верил. Но я помню, что у него была молодая семья, что у него была съемная квартира, что они сами жили не в достатке. Но он увидел мою нужду, взял меня за руку, привел на базар, и мы купили мне куртку зимнюю и зимние ботинки. А то, как он боролся с грехами, как он верил, я не помню. Я помню доброе дело, которое он сделал по отношению ко мне. Добрые дела, они запоминаются. Я помню людей, которые, когда мы приезжали в нашу квартиру, уже собственное жилье, которые вымыли все наши окна. Извините, вымыли туалеты. Помыли, просто привели все в порядок. Я помню брата, которого я просто попросил совета. Я говорю, брат, посоветуй. Тут соседи, видимо, раньше как-то подзатопили потолок, где-то трещинка, где-то пятнышко. Что можно сделать? Что можно? Дай совет. Он совета мне не дал. Он уехал на базар, купил шпаклевку, купил краску, встал и сам целый день потратил на то, чтобы просто мне помочь. И это я помню. Добрые дела, они запоминаются. Чтобы делать какое-то доброе дело, многого не надо. Посмотрите, я посчитал. Я просто посчитал, и для меня это было таким откровением. Если я буду делать доброе дело хотя бы один раз в два дня, хотя это несложно, один раз в день сделать, но хотя бы один раз в два дня, то за год я сделаю 180 добрых дел. Моя семья с пяти человек сделает 900 добрых дел за год. Второй поток, на котором примерно 600-700 человек, за год сможет сделать по такому принципу больше 120 тысяч добрых дел. 120 тысяч добрых дел, через которые люди увидят Иисуса Христа. Даже если ты думаешь, что у тебя, может быть, нет такой возможности. Может быть, у тебя ситуация, когда ты думаешь, что нет, не из чего, у меня карманы пустые, не из чего мне кому-то помочь. Не могу, я злой. Или у меня, ну, не знаю, нет способности никому делать добро. Я колючка, южик я. Вы, наверное, слышали историю о четырех прокаженных. Пришло сирийское войско, окружило город израильский, взяло в осаду и начался голод, страшный голод в городе. И под ним было четыре прокаженных человека. Их не пускали в город, потому что были правила такие, потому что они были ежиками, никому не могли помочь, никому подойти не могли. И вот они сидят у ворот без хлеба и рассуждают. Идти в город нельзя, убьют. Оставаться нельзя, тоже умрем с голоду. Что делать? Надо идти в, ну вот куда, в стан сирийский, к врагу. И они вот начинают в отчаянии, когда они ничего не могут делать, идти к ним. И в этом Божий план. И когда они шли, послушайте, четыре прокаженных человека, всему войску сирийскому, показалось, что идут конницы и колесницы, что идет огромное войско против них. Они все испугались и разбежались. А всего лишь шло четыре прокаженных человека. И когда они пришли, они увидели, что стан есть, а войска нету. Что они побросали все, все добро, в еду и так далее. Они позвали жителей города, и тем самым город был спасен от голодной смерти. Посмотрите, у этих прокаженных не было возможности сделать доброе дело. Ну не, они могли, они себе помочь не могли. Но они сделали один единственный шаг. Один единственный шаг с Богом. И Бог их благословил. И сделал огромное чудо и для них, и для всего города. Тысячи людей смогли выжить. Что нам нужно, чтобы делать добрые дела? Использовать любую возможность, даже ту, которую мы не верим. Бог обязательно это умножит, обязательно благословит и направит. И последнее откровение в этой притче. Добрый самарянин, заметили, сделал сначала семь действий. Семь дел, а потом заговорил. Он не говорил в начале, заговорил он в конце. Сначала семь действий, семь добрых дел, а потом уже разговор. Не наоборот. Доброта — это межнациональный язык. Международный язык. Язык, на котором поймут все. И африканец, и англичанин, и тот, кто исповедует ислам, другой веры даже. Он поймет этот язык, язык доброты, язык милосердия. Нас всегда характеризуют дела. Всегда дела идут за нами, не слова. Мы когда даже устраиваемся на работу, куда-то идем, что бы ты ни говорил на собеседовании, будет испытательный срок, который покажет, что ты умеешь, что ты делаешь. Помните, Иисус рассказывал историю про двух сыновей у человека, которых он послал в трудистом винограднике. И один что-то там буркнул, возмутился, говорит, не пойду, но пошел и сделал. А второй говорит, хорошо, я пойду, я сделаю, но не пошел. И Иисус спрашивает, а кто из этих людей, из сыновей смог исполнить волю Отца? Тот, кто пошел и сделал. Дорогие, мы сейчас живем в мире, в котором огромный дефицит человечности. И точно такое же время было примерно две тысячи лет назад. Парадокс в том, что Иисус, будучи Богом, послушайте, Иисус, будучи Богом, пришел к человеку, чтобы научить человека быть человечным. Научить человека быть просто человечным, чутким к чужому горю, проблемам, трудностям. Он пришел для того, чтобы показать настоящий путь, свет, святость. И это не безгрешная жизнь, а жертвенное отношение, сердце, милосердие. Это готовность отдать свое время, свое здоровье, возможно, финансы, для того, чтобы кому-то помочь. Послушайте, пригласить в церковь человека — это хорошо и правильно. Это правильно, это хорошее дело. Но эти стены, их не спасут. Их спасет Иисус Христос. Их спасет Иисус Христос, Иисус Христос, который живет в тебе и во мне, который шел к людям, который проводил с ними время, который молился за ними, который помогал им, который ел с ними, общался с ними. Их Иисус Христос спасет. Давайте станем такими людьми, через которых приходит Иисус, которые видны, которые виден в нас, Иисус, который виден в нас через добрые дела. И потом люди уже сами придут. И в церковь, и на домашки, и на какое-то служение. Потому что к ним домой когда-то пришел Иисус, а не фарисей. Пришел добрый человек, добрый самарянин, с милосердием и с любовью, а не судья. Мне очень нравится пример нашего старшего епископа. Знаете, по долгу и служению, и работы, мне удается иногда за ним подглядывать. И, знаете, человек, который имеет высокий сан, который имеет высокое положение, статус, много всего, но при этом имеет огромную человечность, огромное сердце чуткой чужой боли. Имеет сердце, которое видит или человека, который в нужде, или видит человека, которому больно, человек, который, может быть, где-то потерялся. Я не раз был свидетелем, когда он помогал конкретной нужде людям. Кому-то лекарства купил, кого-то накормил, кого-то просто утешил. Он просто был рядом. И вот эта вот человечность помогла человеку прийти в церковь. Я благодарю Бога за такого пастора, я благодарю Бога за такого служителя, за каждого, кто таким образом проявляет свое милосердие к людям. Дорогие мои, давайте прославим Бога за каждого человека, у сердца которого есть эта доброта и милосердие. Через вас виден Иисус Христос. Виден Иисус Христос. Чтобы доказать, что любовь и милосердие важнее, Бог положил в жертву свои белые одежды, свое положение. Он позволил плевать себя, Он позволил бичевать себя, Он согласился, извините, вымазаться о нас, о наших грехах, когда нашел нас у дороги, побитых и несчастных. Он позаботился о каждом из нас. Вот в этом настоящая святость. Вот в этом настоящее огромное сердце и безгрешность. Мы сегодня говорили о дороге, на которой проходят разные неожиданные вещи, приключения. Бывают, разбойники встречаются, бывают, встречаются и святоши, но есть и люди, есть и добрые самаряне, есть люди, которые обязательно помогут, которые обязательно станут большим благословением в твоей моей жизни. Но еще хотелось бы, чтобы каждый из нас сегодня задумался, а могу ли я стать таким добрым самарянином? Сердце мое чуткое к чутической боли, а есть ли в моем сердце милосердие? У нас этот месяц назван месяцом иммунизации. И так хотелось бы, чтобы каждый из нас мог принять решение, принять решение быть добрым, быть милосердным, принять решение, делать доброе дело. Давайте мы поднимемся. При нам будет молитва. Боже, мы сейчас стоим перед Тобою, Господи, и мы благодарим Тебя за этот прекрасный пример, пример доброго самарянина. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты сам, Господь, придя в этот мир, дал возможность каждому из нас увидеть, каким мы должны быть. Дал возможность каждому из нас научиться. Боже, спасибо, что у Тебя Твои объятия всегда открыты. И Ты готов, Господь, каждому из нас дать и милосердие, и милость, и любовь, и доброту. Боже, я прошу Тебя, наполни нас. Наполни нас своей милостью. Наполни нас своей добротою, своей любовью, своей нежностью, Господь, своим добрым отношением, своей мудростью. Боже, чтобы все это мы не закопали в себе. Боже, не дай Бог нам стать такими верующими, в которых нет добрых дел. Но чтобы мы стали людьми, о которых будут говорить, что это христиане, потому что в них есть добрые дела. Они милосердны. Они помогают. Они любят Бога, любят ближнего. Боже, благослови нас быть добрыми самарянами среди наших ближних. Боже, покажи нам наших ближних. Покажи людей, которым мы можем послужить. Боже, научи нас сделать, 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 и так семь раз, а потом что-то сказать. Боже, открой наше сердце, человеческое боли. Помоги нам быть человечными, добрыми, любящими. Пускай имя этого прославится. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие, еще одна молитва перед нами. Возможно, ты сегодня впервые, а может быть, ты уже каялся и отступил от Бога. Может быть, ты ходишь уже много раз в нашу церковь, но еще ни разу не каялся. Я хотел бы сегодня пригласить тебя сюда, под сцену, для того, чтобы мы могли вместе помолиться. Послушайте, дьявол пришел, как разбойник. Бог не сделал нас разбойниками. Бог не сделал ничего, чтобы в наше сердце стало плохим. Это дьявол отравил наше сердце. Это дьявол делает все для того, чтобы человек согрешил и упал. Проходите, пожалуйста. Проходите. Он пришел, чтобы убить и погубить. Но Иисус Христос пришел, чтобы помочь. Он оставил небеса. Послушайте, Иисус оставил небо. Оставил все, что там было, святость, песни, ангелов святых, все ради тебя и меня. Ради того, чтобы поделиться своей милостью, чтобы спасти тебя. Он вымазал свои белые одежды. В него плевали. Его били. Он подставил свою спину за твои и мои грехи. Для того, чтобы спасти тебя. Спасти тебя от грехов, которые мучают тебя. Иисус приготовил небо. Небо. Он приготовил совсем другую жизнь. И Он хочет изменить твое сердце. Ему нужны всего лишь твои грехи. Ему нужна всего лишь твоя жизнь, которой ты уже не можешь жить. Ему нужно, чтобы ты просто помолился. И Он даст тебе взамен сердце новое. Благословит тебя и даст тебе жизнь вечную. Дорогие, мы сейчас будем иметь молитву. Если ты слышишь этот голос, если сегодняшнее слово коснулось тебя, если ты слышишь, что Бог зовет тебя в твоем сердце, не останься там, где ты стоишь. Приходи сюда. Сюда, пацану, мы будем молиться. Будем молиться вместе с тобою. Послушайте, это очень важное время, когда ты можешь сегодня получить спасение от Бога. Завтра такого времени может уже не быть. Ты не знаешь, что будешь завтра. Но есть сегодня. Сегодня. И сегодня Бог открыт. Сегодня Его объятия открыты. Сегодня небо открыто для спасения. Спасение твоего сердца. твоего сердца. И Он не стесняется тебя. Бог не стесняется. Бог, будучи святым, мог постесняться, но Он не сделал этого. Он спустился сюда, на грешную землю, для того, чтобы обнять тебя. Для того, чтобы быть сегодня здесь, здесь, с тобой и простить тебя. Дорогие, те, кто вышли, мы сейчас будем молиться. Я помогу вам. Просто закройте глаза и пускай эта молитва исходит от вашего сердца. Просто повторяйте ее вместе со мною. Сделайте это искренне. Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Прости все мои грехи. Очисти меня. Измени мою жизнь. И дай дар вечной жизни. Спасибо Тебе за Твою любовь, Твое милосердие и Твои добрые дела ко мне. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Эти аплодисменты для вас. Мы радуемся вместе с вами. Дорогие, пускай Бог благословит вас. Вы услышали сегодня голос Божий. Идите теперь за Богом. Мы обязательно вам в этом поможем. С вами сейчас познакомиться. Но обязательно запомните. Ходите в церковь. Ходите в церковь. Служите Богу. Возьмите то служение, которое вам по сердцу. И обязательно расскажите людям о том, что сделал Бог в вашем сердце. О Христе, который добрый, который любящий, который милостивый. Дорогие, давайте будем аплодировать. Вы можете просить по странному проходу в наше фуе. И с вами познакомиться наши служители, подать вам подарки. Пускай Бог благословит вас. Проходите, пожалуйста.